Открытость и справедливость предстоящих выборов будет зависеть от активности граждан. Такое мнение высказал электорат. Предстоящие внеочередные выборы в Мажелисе и Масляхаты пройдут в новых особых условиях. Все это отражение проводимых президентом политических реформ. На этот раз выборы пройдут по пропорционально мажоритарной системе. Следовательно, не только по партийным спискам, но и по самовыдвижению отдельные граждане смогут побороться за 29 мандатов. Это только на уровне Мажелиса. Изменения произойдут также на уровне области городов-районов на выборах депутатов-масляхатов. К примеру, в области 50 на 50. А на уровне района города 100% предоставляется возможность участвовать в выборах путем самовыдвижения. Что надо? Пересмотреть законодательство. Например, я бы хотела, чтобы поддерживали полных семей. Не только, например, сейчас государство идет на матерей-одиночек, на лиц с ограниченными возможностями, на многодетных, а на полных семей доступного жилья только общими условиями идут. А если сделать для них 2-3%, было бы особенные условия. В нашем регионе, может быть, и по Казахстану идет рост цен на любого вида товара. А очень важно это снижение цен продукта на питание, на лекарственные средства, удешевление коммунальных услуг. А непосредственно это удешевление газа. А вот какие качества должны быть у депутатов? Честность, порядочность и любовь к стране, своему народу. Настоящие и предстоящие выборы, они своего рода оригинальные, чем в прошлые годы. В этот раз очень много поправок вступило в закон, поэтому я ожидаю от этих выборов, честных выборов. Каждый депутат имел возможность и умел разговаривать именно с людьми, которые живут в этом же районе. Потому что жителям этого района виднее, какая у них проблема, что нужно сделать, где рык вскопать, а где, может быть, нужно будет ту же самую пешеходную дорогу сделать. Это же все поднимается только благодаря самим жителям, поэтому все в руках жителей. Будущим депутатам я просто хотел бы пожелать быть честными, добрыми по отношению друг к другу. И самое главное, чтобы они не ссорились друг с другом, а наоборот на уровне дебатов помогали решать проблемы друг друга. Ну, от выборов мы, конечно, я всегда жду, чтобы выборы прошли честно, во-первых. Чтобы люди, которые будут в Можилисе, чтобы они были честными, порядочными, чтобы они знали свое дело, во-первых. А в остальном мы должны им помогать. И мы, как неравнодушные граждане, должны все принять участие в этих выборах. Это важный шаг для каждого казахстанца. Конечно, все это послужит становлению политического разнообразия в нашей стране. С этой точки зрения это можно назвать новизной особенностью выборов. Кроме того, в бюллетень для голосования была включена новая строка «Против всех». Это также право граждан. Следовательно, граждане, которые вообще не поддерживают политическую партию или какого-либо кандидата, могут использовать это право на выборах. Электорат подчеркивает, что справедливое прохождение любых выборов напрямую зависит от активности граждан.